Это программа Точка зрения. Здравствуйте! Как бы кто ни относился к Олимпиаде, она, тем не менее, состоялась. Еще живы воспоминания о церемонии закрытия, открытия, о волнительных моментах соревнований. Ну, конечно, большинство из нас наблюдали за всеми этими событиями по телевизору, но, между прочим, есть у нас в городе такие люди, которые непосредственно были в Сочи, не только в качестве болельщиков, но даже настоящих участников. И вот сегодня один из таких участников Олимпиады, не побоюсь этого слова, у нас сегодня в гостях это Татьяна Критская, волонтер 22-х зимних Олимпийских игр. Татьяна, здравствуйте! Здравствуйте! Рада вас видеть на нашем оранжевом кресле, очень рада, что нашли время, пришли к нам в студию. И думаю, что сейчас ответите на наши вопросы, потому что вопросов к вам, конечно, много. С удовольствием. Одно дело наблюдать за Олимпиадой по телевизору, другое дело непосредственно, наверное, изнутри. Две большие разницы, о чем сегодня и поговорим. Хорошо, ну вот вы вышли на работу, окунулись снова в трудовую деятельность. Между прочим, юрист Татьяна не так просто, не только спортсмен. Вот не жалеете, что отправились на Олимпиаду и провели там месяц? Ну, слово «сожаление» здесь, наверное, только связано с тем, что я опустила большую часть жизни здесь. Но, с другой стороны, очень сложно вообще подобрать слова для того, чтобы каким-то русским красивым словом передать те эмоции, которые сейчас испытываю. Это было событие жизни однозначно, это была великая честь, это была великая радость и счастье работать вот в этой команде, которую возглавлял президент и в которой были самые-самые различные люди, оно объединяло нас одно. Мы были искренне преданы своей работе, мы болели за не только наших спортсменов, но и за то, как все это пройдет. И переживали каждую секунду. Поэтому, конечно, нет, не жалею. И очень благодарна всем, кто сделал возможным мою такую жизненную великую победу. Я думаю, что коллегам по работе, которые отпустили вас на месяц, потому что, честно, не представляю, как можно так вот взять и вырваться на целый месяц, отправиться, в общем-то, на другой край страны и посвятить себя совершенно, наверное, другому делу. Это было очень сложно и, открою секрет, подготавливать своих коллег, свою семью, которые очень благодарны, что они сделали это возможным. Я начала очень заранее, где-то за год. И хочу поблагодарить искренне всех, кто поддержал своего руководителя, Аксана Рудольфовна, своих коллег, свою семью, мужа, который героически двух детей. Все это время при помощи, конечно, бабушек, но, тем не менее, поддерживал, болел за нас, понимал. Это очень дорого стоит. На самом деле, подвиги, которые, как мы уверены, мы совершали там, это не менее, наверное, достойно. И даже, может быть, менее, чем то, что делали мои близкие здесь, поддерживая и оставаясь, понимая, здесь на родине. Хорошо, но, наверное, это вот достаточно загодя пришлось обратиться, там, не знаю, выйти на какие-то сайты, Сочи, там и так далее, чтобы стать волонтером. Как это все происходило? Да, это, конечно, было доступно, безусловно, любому желающему. Это все было в открытых источниках, никаких особенных связей или договоренностей не было. Большое желание. Большое желание, безусловно, но хочу сказать, что за те полтора года, которые занял процесс вообще пути к этому великому событию, я убедилась, что наша страна настроена действительно серьезно. То есть в каждом организационном шаге, в каждом тренинге, который у нас очень много раз были, и дистанционные, и контактные, когда мы ездили в Санкт-Петербург, они доказывали, что действительно это мировой уровень подготовки великого события. И если ты действительно хочешь, ты должен очень трудиться и стараться. То есть это заняло много усилий, но, безусловно, это были очень радостные моменты даже подготовки. Ну хорошо, вот давайте перейдем непосредственно к вашей работе на Олимпиаде. Вообще за время проведения Олимпиады очень много появилось даже каких-то смешных историй, анекдотов про волонтеров, да, что типа отойдите, дайте покушать, дайте поспать, потому что все говорили, что волонтеры, они везде. То есть они помогают, вот пройдите туда, сделайте то, сядьте здесь. Что входило в ваши обязанности? Да, и у нас, ну начну с того, что, наверное, и так многие знают, было 25 тысяч человек, волонтеров, таких же вот пестрых и радостных и улыбающихся, как я, у которых были самые разные функции. И в основном, и признаюсь, что и я так думала, волонтеров воспринимают как людей, которые стоят на улицах, красиво улыбаются, говорят, дай пятеру волонтеру и так далее. То есть создают настроение. Это, наверное, подавляющий все-таки процент таких ребят, как я. Но нам досталась очень ответственная, как выяснилось, крайне опасная экстремальная функция, которая связана со спортивными волонтерами. И это была подготовка трех трасс на горно-лыжном объекте «Роза Хутор». Это были трассы с лалом, с лалом-гигант и, соответственно, мужской и женский. В наши обязанности входило, к великому нашему удивлению, произведение очень серьезных работ, связанных с подготовкой этой трассы. Туда входило, ну, я, конечно, нахваталась множество всяких специфичных терминов, но, если проще говоря, это заглаживание трассы, потому что они настолько крутые и профессиональные, что техника, как ратрак, туда просто не допускается, поскольку все должно быть ювелирно. То есть вручную работали? В ножную, точнее. В ножную. То есть лыжками каждый волонтер мы выстраивались в такие вот красивые линейки и заглаживали. Потом мы ее притаптывали, устанавливали сети. Когда снег становился слишком рыхлым, наши ребята делали ночное инъектирование. Это специальное оборудование, которое впрыскивает под напором 7 атмосфер воду до самой земли, после чего трасса превращается в бетон, она становится ледяная. Но таким образом доходит до уровня, который перед нами ставили международные арбитры, очень серьезно относящиеся к этому. Смены были безумно изматывающими и связаны они были, прежде всего, с погодой, потому что было очень тепло. И, с одной стороны, это очень хорошо, это создавало настроение, но для нас это было скорее вызовом, потому что приходилось просто каждый час контролировать. Еще была очень удивлена, что морская соль – это один из самых главных способов закрепить трассу. То есть это просто метод соления, как пахарь в поле. У нас ребята рассыпали по склону, таким образом делали снег более правильным для проведения соревнований. То есть очень тяжелая физическая работа на сложнейших олимпийских трассах, которые были вызваны даже для атлетов олимпийского уровня, это делали простые ребята-волонтеры. Ну, конечно, я так понимаю, что ведь мало желания в такой ситуации, да, вот я хочу быть волонтером. Тут физическая подготовка должна быть приличная, еще знание, наверное, вот некой той дисциплины спортивной, да, к которой вы готовили трассу. Здесь обучали или вы изначально уже человек спортивный? Вы знаете, и да, и нет. Конечно, когда ребята заявлялись на спортивных волонтеров, безусловно, запрашивали наши подтверждения разрядов, опыта катания и так далее. Но сделать это для каждого человека очень сложно, проконтролировать заранее. Поэтому перед нашей первой сменой у нас был своего рода тренинг, где нас завезли на самую крутую часть, которая называется «Русский трамплин». Ну, давайте. Кто смотрел, олимпийские игры знают этот термин, там, ну, вот около 60 градусов уклон, и сказали, давайте вперед. Конечно, стало примерно понятно, кто каким уровнем владеет, но сказать, что 100% наших ребят были готовы к такой работе, сложно. Здесь больше играло упорство, желание, риск, он, безусловно, присутствовал. И, ну, вот просто какое-то общее такое понимание, что если не мы, то кто? Потому что больше и правда было некому. Хорошо, день как складывался волонтера? Вот во сколько подъем, не знаю, во сколько отбой? Или вы по ночам работали? Вы знаете, мне, конечно, слабо верят, но самый длительный мой сон в течение игр составлял 4 часа. Конечно, у меня была дополнительная нагрузка, потому что я была руководителем этой группы, тем лидером. Но другие ребята тоже практически не спали. Где-то в 5 утра в среднем у нас был подъем в Олимпийской деревне. Около 2 часов занимала дорога до точки сбора, где мы регистрировались перед сменой. Ну и в 7-8 мы заканчивали. То есть вот весь день на горе. Как бы мы не хотели посмотреть что-то еще, приобщиться вот к этой всей радости. В основном была работа, но нисколько не жалей ни одной секунды. Хорошо, но удалось хотя бы, не знаю, посмотреть какие-то вообще соревнования, церемонию закрытия, открытия. Или вы, как говорится, с утра до вечера с сетками на трассе. Да, это тоже такой вопрос для нас всегда был больной, потому что ребят, которые работали на более легких работах, конечно, им удалось гораздо больше. Но по всеми силами мы старались организовать билеты, и многие из наших ребят посетили. Лично скажу про себя. Я была невероятной, получила впечатление и эмоции, когда нас на репетиции, на генеральной репетиции церемонии открытия пригласили изображать атлетов и пройтись по этому фишту, выходя из середины вот этого сердца Олимпийских игр. Эти тысячи людей, которые тоже были на репетиции, аплодировали. С чем это можно сравнить? Я долго думала метафору НР, какой-то вот ядерный взрыв счастья, который с мной произошел. Мурашки каждый раз, когда я об этом рассказываю. И, конечно, мы посмотрели церемонию. То есть нам нельзя было ни рассказывать про это, ни фотографировать. Безусловно, все были на идее солидарности. Не было ни одного человека, кто бы нарушал это правило. Это вот очень, кстати, важный момент, который бы хотел отметить. Сознательность и вот единение в этой все, в тайне, которая была в этом событии, она была у всех. Это было очень приятно. Ну а покататься на склонах Олимпийских ударов? Да, первое время мы использовали любую возможность, чтобы как-то прокатиться. Но вы знаете, когда это была уже где-то десятая подряд смена, лыжи, на которых ты постоянно в течение работы, они уже так немножечко покачивали от них. Хотелось просто попить кофе, да, где-то посидеть спокойно. Ну, конечно, катались. Безумно красивый курорт, даже если его воспринимать как место, куда можно съездить. Это просто потрясающая красота, европейский уровень сервиса. Поэтому всем рекомендую, кто, может быть, планирует свой отпуск. Безумно красиво. Роза Хутор, Сочи. Хорошо. Ну вот про бытовые моменты тоже хочу спросить. Потому что, ну, я думаю, что еще за год до Олимпиады началось очень много разговоров. Зачем нам это надо? Это так все дорого. Причем по поводу того, что вот быт как-то вроде он все на картинке там и в телевизоре он красивый, а на самом деле там и ручки-то отваливаются, и карнизы. Вот расскажите про это. Как это было на самом деле? Ну, про быт. Вообще, может быть, я такой человек, не знаю. У меня вопросы еды, комфортности, уровня там жесткости матраса, они не очень сильно волновали. Но надо сказать о том, что мы жили, мы волонтеры, кстати, и судьи тоже, не было никакой дискриминации. Мы жили в одном уютном местечке под названием волонтерская деревня номер 7 Морозка. Это представляет из себя многоквартирные дома, окруженные периметром охраны. То есть никто чужой не мог туда проникнуть без вот аккредитации. Жили по 4-8 человек, учитывая, что, конечно, люди разные. Очень было много иностранцев. Для кого-то это был стресс. То есть кто-то вспомнил, что такое общежитие, что такое общая кухня, общая ванная. Не знаю, для меня, мне очень повезло и с соседями, и с командой. Это была абсолютно нормальная еда, была адекватная, но есть, если честно, было не очень есть когда. Потому что это занимало время. Жаловались, что недокармливают волонтеров. Ну, в основном мужики, конечно. То есть для них каша с утра и пара блинов, это недостаточно. Но мы очень быстро поняли, что вся система общепита волонтерского, она предполагала любое, практически любое количество распитания. Поэтому один раз они кушали у себя в деревне, потом на объекте Розохутор еще там кашкой добирали. Поэтому, в принципе, это, может быть, первые дни, когда люди, не знаю, на что они настраивались. Может быть, на шведские столы с устрицами. Но мы не для этого сюда приехали. Как-то слабо представляется, как можно после шведского стола работать на склоне. Тем более, действительно, нам уже нужен тонус мышц. Поэтому, в принципе, они были, я не скажу, что шикарные, мы не жили в отелях, как многие, может быть, предполагали. Это были абсолютно нормальные условия. Но они объединяли людей и давали нам сон, еду, тепло. В общем, что еще надо? То есть у вас команда была интернациональная? Да. Вот были какие-то моменты непонимания чего-то? Или все-таки вот эта вот идея спорта, какой-то встречи, праздника какого-то всемирного, она вот сглаживала очень многое? Да, с удовольствием отвечу. Вообще, я как человек, работающий, ну и связанный с политикой, мне было очень интересно, как будут относиться иностранные наши волонтеры вообще к событиям, к тому, как это все организовано. Конечно, иностранцы, они привыкли немножечко, наверное, все-таки к другому быту и самая главная работа. Знаете, первые дни было сложновато, потому что, если говорить о работе, ведь им же представителям в моей команде было пяти стран, необходимо было еще донести, что вообще нужно делать, что такое инъекция, что такое не совсем всегда цензурная речь нашего начальника по трассе, который, ну вот у него работа такая. Но это были первые дни, хорошо, что у нас было много ребят, владеющих английским, это сильно упрощало, в том числе я, поэтому... Это было не обязательно или все-таки это отбирается? Это, я бы сказала, для спортивных волонтеров все-таки не первично. То есть там физическая, главное? Да, в основном требовался уровень подготовки именно в этой дисциплине. А что касается политических моментов и какого-то недовольства, ну даже после матча США-Россия по хоккею, который мы все смотрели, и у моих ребят по команде, у них было 50 на 50 в квартире, американцев и русских, я очень боялась их отпускать домой. Я говорю, ребята, может быть, все кончится. Может быть, не стоит, вы знаете, кончилось, все хорошо. Они обнялись, сказали, что спорт это главное, и бывают разные ситуации, поэтому вот вне политики как-то это все прошло, на общем, правильно вы говорите, совершенно на общей идее, и вот в восторге от того, что мы делаем настолько видимую, важную вещь и работу, которой мы занимались. Хорошо, но вот с кем из знаменитых спортсменов, может быть, удалось как-то пересечься, взять автограф, пообщаться, съехать рядом? Да, это очень популярный вопрос. Вообще, если бы обладать временем и задаться целью, то можно было бы, наверное, собирать, ну не знаю, фотообои для всей квартиры, потому что они были везде, и самое приятное, что эти люди были абсолютно расслаблены, по крайней мере, в тех местах, которые были связаны с работой. Конечно же, это вся элита горнолыжного спорта. Мы с ними поднимались на одних тех же подъемников, мы подавали, помогали, когда это было нужно, и они абсолютно комфортно и спокойно относились к общению, с удовольствием фотографировались, давали автографы. Ну вот автограф, которым я действительно горжусь, это автограф нашей горнолыжницы Юлии, Лены, прошу прощения, Кавишиной, которая была в хорошей середине, но как человек она мне очень импонировала, была на таком же вот задоре, как мы все, была очень простая. Мы все, была очень простая в общении, поэтому мы как-то с ней ближе. А так, Дмитрий Губерниев был в числе вот тех людей, которые видела вблизи, сходил на эфир Ивана Урганта, мы видели Михаила Прохорова на нашей Розе Хутор, множество. И вот большая удача, это случайное знакомство с тренером нашей сборной, олимпийской сборной по керлингу Светланой Калал, с которой мы сначала подружились, а потом, собственно, выяснили, кто есть кто. И было очень приятно, что люди с высоким статусом, вот прямо искренне благодарили нас за наш труд, даже просили сфотографироваться. Мы сначала думали, что это какая-то случайность, но потом стало закономерностью, потому что действительно ребята работали на износ, и спортсмены, как никто, понимали это, благодарили. И учитывая, что все это абсолютно бесплатно и просто на идее, это, конечно, дорогого стоило. Вот их иногда очень короткое, скромное, но спасибо. Ну вот и слово волонтер, мне всегда кажется, что волонтеры работают бесплатно. Было какое-то денежное пособие? Нет, нет, нет. Это абсолютно вот, даже кто-то говорил, там, ну вот тимлидеры, это уж, наверное, точно, ведь они вот, ну как, совершенно никаких денежных, даже близко это не касалось. Была очень хорошо организована система досуга для ребят-волонтеров, у которых было время на это. Мы приходили, падали в подушку, а так было множество мероприятий. Выдавались билеты по программе заполнения мест, это было нечасто, но это было. Поощряли значками, какими-то почетными, ну, конечно же, экипировка, которая, наверное, первые пять дней всех держала в таком восторге. Ну, кстати, жаловались, сказали, что вроде как холодные были куртки, шарфиков-то не было. Ну, не знаю, мне кажется, знаете, всегда есть кто-то, кто жалуется. Нас, по крайней мере, зимняя вот наша горного кластера униформ очень устраивала. И с эстетической, и с такой вот практической точки зрения. Вот, поэтому были очень, очень много было усилий у Оргкомитета потрачено на нашу, ну, скажем так, мотивацию, на держание в тонусе. Но это было никогда не связано с денежной компенсацией. Нет. Все бесплатно абсолютно. Это правда. Хорошо, но вот как вы считаете, вот теперь, оглядываясь назад, получился тот спортивный праздник, о котором мы так вот, о котором ждали, о котором много говорили. То есть есть за что гордиться Россией? Знаете, не то, что гордиться, а просто понимать, что нам посчастливилось кому-то в большей, кому-то в меньшей степени увидеть вот ту победу нашей страны, которая, наверное, очень была нужна и простым людям, и государству в целом, понять, что те рискованные ставки, о которых многое говорили, которые многое критиковали, они сыграли просто на 300%, и я очень переживала, как вот это все будет соотноситься со спортивным эффектом участия нашей сборной. И, конечно, когда вся страна, весь самолет, в котором я летела обратно, обнимался от того, что Россия по медальному зачету занимает первое место, вот здесь наступила абсолютная часть и гармония. То есть теперь, не знаю, у кого повернется язык критиковать и говорить о том, что это что-то здесь не получилось. Это просто было величайшее-величайшее событие, которое, ну, надеюсь, еще повторится в истории нашей страны, но кроме как безумного восторга и эйфории, ни у одного из членов нашей большой-большой команды оно не вызывает. Хорошо, но я думаю, что вот еще, наверное, несколько месяцев будет так оседать, да, и вот все-таки в сухом остатке что будет? Как вы считаете, какой для вас самый волнительный момент этого праздника, Олимпиады останется, о котором вы будете вспоминать спустя несколько лет? Вы знаете, такой вопрос, да, на него можно много и долго отвечать. Кроме, конечно, впечатлений, которые были связаны вот просто с грандиозностью, с красотой, с этим всем величием, у меня всегда остается скорее больше ценности и радости от общения с людьми. И вот это вот безумное, радостное мое понимание того, что каждый человек, маленький человек, большой человек, президент России, журналист, артист, они выкладывались вот в этом общем порыве, и мы считали себя абсолютно одинаковыми и равноправными участниками этой команды. Вот, наверное, это самое ценное. Где еще найти эту эмоцию, эту подпитку, сказать сложно, но в таком объеме, в таком масштабе. Поэтому, наверное, самое главное, это все-таки русский человек, который увидела. И вот тот пример, на самом деле героическое поведение, которое демонстрировали ребята, наверное, это самое ценное и важное. Я безумно благодарна, что столько людей я повстречала, и очень надеюсь, что мы будем общаться. Если кто-то меня видит, ребята, вас люблю. Наша команда Slalom Band, которая, ну, одноименная с нашей функцией, ну, просто потрясающий коллектив, с которым мне очень повезло. И я желаю тем ребятам, которые сейчас еще остались на Паралимпик, большой удачи. Молодцы. Slalom, это лучшая трасса. Очень скучаю по всем. Татьяна Кринская, волонтер 22-х Олимпийских зимних игр в Сочи. Мама двоих детей, между прочим, юрист, спортсменка, комсомолка. В общем, просто красавица. Спасибо большое, Татьяна, что пришли к нам. Очень рада была с вами пообщаться, очень было интересно. Спасибо огромное, удачи вам. Вот такого же блеска в глазах всю жизнь, чтобы это было, и чтобы эта энергия вас всегда подпитывала. Это была программа «Точка зрения». Спасибо, что нас смотрели. Увидимся в понедельник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова